Друзья, давайте еще раз аплодируем и встретим Давайте расскажем про цель вашего визита, что сегодня ждет ваших поклонников вечером Пожалуйста, хорошего вам сто Друзья, чтобы не тратить наше время, давайте сразу перейдем к вопросам Если у вас есть вопросы к нашему гостю, подходите заранее к микрофону, не забывайте представляться, называть ваши СМИ Плэпи, расскажите, пожалуйста, какие сюрпризы на сегодняшнем концерте вы подготовили для российской публики Пожалуйста Плэпи 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 А сегодня мы будем делать то же самое, только в рок-исполнении. Будет целое шоу. Спасибо. Ваши вопросы? Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Это приятно увидеть вас здесь. Спасибо. И вопрос о 13 лет назад. Вы играли на первую очередь в России. Это было в 2014 году. И вы играли в «The Neon God». И теперь вы играли в «Crimson Idol». В 1989 вы выпустили «Head of Children» и в бонус-треке была «War Cry». Вы не помните это. И там были лирики. «Боль». That I was mug from the day I was born. And my father could not understand the fire burning in me. И есть история, когда ты был маленьким, и ты был в телевизоре с твоей семьей, и ты видел Элис Купер, и ты сказал, что это моя вещь, я буду делать это. Так что это вообще не то, что ты хотел бы еще раз поговорить о молодых детей, о которых они искали от родителей. Я никогда не виделся об отношениях с моими родителями, я всегда был хорошим отношениям. Но я kept being asked one question more than any other from the fans, they would say, hey, give me some advice, how do I get from where I am to where you are? Но мне пара часто спрашивает, дайте мне ответ, как мне попросить, как мне пройти вот от людей, и сейчас, и сейчас, и сейчас. И я просто рассказывал их, что это тяжело, и они создавали это, и они бы думали, что я этот раз говорю, за иди за иди, за иди за иди, за иди. Я подумал, что эти дети не получают ни слова, и я говорю, что я буду писать их, и я буду рассказывать им д tale, и я буду рассказывать их о том, что это, не так, не так. Я не знаю, что это. И когда они слышали эту историю, они думают, что они все еще хотят сделать? Пожалуйста. Не про свет, не про славу, а про то, как это действительно, как тяжело. И если они прослушали Японию и все еще хотят заниматься, может быть, это первое. Но, как ты говорил несколько лет назад, главная изменка произошла между сейчас и тогда. Так что сейчас нет музыкальной индустрии. Так что, что ты сейчас скажешь? Я не знаю. Я реально не знаю. Я не пытаюсь быть смешным. Я смотрю на меня. Мой менеджер, Рок Смолвуд, мы были в Украине. Он менеджер, Iron Maid. Мы были в этой конверсации шесть месяцев, и кто-то спросил его, как сделать новую команду на землю. И он ответил, потому что я не знаю. Я имею в виду. Я имею в виду кто-то, кто-то руководит большие банды в мире, и мы не знаем, как это делать. Сейчас мы не знаем. Я не знаю, что у нас изменилось, что даже менеджер, который с одной-два не делал, без социальной мэйдов, когда возле такой вопрос, как сейчас разбудить группу, я понятия не имею. Когда кто-то решит это, мы не знаем. Я думаю, что вы не знаете. Мы не знаем. Спасибо. Наша вопрос. ТАСС-Агенции. М. Блакея, это было 25 лет, с которым это было революционное альбом. Сейчас 25 лет назад. Как вы понимаете вашу работу как писатель? Вы полностью согласен с этим? И если да, почему вы решили его революционное альбом? И как новая версия «Революционная» вы записали это, потому что это контракционная обязанность для того, чтобы это звучит. Контракционно мы должны сделать это? Контракционно мы должны сделать это потому что мы не могли не использовать революционное альбом. Я не знаю. Ребята считают, что даже никогда не закончат Nerен. Я не могу я иногда жен и но что . вы флешите от персонажей, вы флешите от персонажей, вы флешите от персонажей, вы начнете понимать, кто они. Вы даете им историю и оборудование, и так далее. Может быть, что-то из этого изменилось. Но это просто мне, как я создавал, это действительно не было. Я не думаю, что Киони будет интересен в этом. Но в прошлом году мы написали историю за каждым из персонажей, и свою историю, то есть она такая глубокая. И как это зависит от оригинального? Реодолизация? Это произойдет? Это звучит как более фильмовый сантрек. Когда мы делали это, первое, что я делал, это было в студию, и я слушал старые 2-inch стейки. И это было очень интимидивно, потому что первое, что я думал, как я делал это снова. Когда мы ре-рекордировали это, мы делали 5 тест-миксов после того, как мы нашли это. И это не было мне, и я надеюсь, что я мог бы сказать, что это было не так, но это было бы не так, но это было бы не так, но это было бы не так, что Логан Мадер, который был миксером, и когда он пришел, они были надеевны, я подумал, что это было бы не так, что мы поняли, и с этим способом делали это. Так что это было бы не так.